Хотел сказать о пожертвованиях буквально пару слов, потому что уже все сказано о пожертвованиях. Нам, когда говорят о пожертвованиях, говорят много разных вещей. Иногда, знаете, просят, чтобы мы не были ворами, не воровали. Цитируют монахи, чтобы мы не обкрадывали Бога. Иногда, чтобы пристепить, что вот мы делаем вещи неправильные, сеем мы туда, время сеем туда. Цитируют иногда пророка Агея. Знаете, как вы там ходите в свои дома и украшаете их, когда дома и в запустении, да? Я хочу обратить ваше внимание на такой стих. Это 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. «Каждый уделяет по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любви Богу». Этот стих тоже цитировали многократно, когда говорили о пожертвованиях. Ну, знаете, что я хочу сказать? Что человек делает что-то доброходно, не под принуждением, не под контролем. Он делает это от любви. Вот когда человек любит, он делает доброходно. Вы знаете, можно долго говорить о любви, можно долго говорить о том, что я кого-то люблю и что-то люблю, но наши плоды дают нам возможность оценить, действительно мы любим или не любим. Потому что, знаете, не нужно долго заставлять кого-то вкусно приготовить еду, правда? Ну, как обычно, можно заставить вкусно приготовить? Нет. Нельзя никого заставить красиво убрать дом перед Рождеством, например. Убраться уберутся, да? Но красиво в разу не заставишься, потому что мы делаем это из любви. И когда мы что-то делаем из любви, в этом есть проявление Божьей воли. Потому что сам Бог есть любовь. И человеку не нужно заставлять любить, его невозможно заставить любить. Его можно только оценить по тому, что он делает, любит он на самом деле или нет. И, вы знаете, любовь – это не только одно из основных качеств Бога, которые он перечисляет в 13-й доле послания Корифферна. Это еще и сам Бог. Не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. И когда человек делает что-то доброходно, он делает это, потому что Бог в нем. И когда Бог в нас, это написано как раз в Филиппице, 2 глава, 13 стих, потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. И вот, когда мы соединяем два этих стиха, мы понимаем, на самом деле, что мы даем какие-то финансы, даем какое-то время. Вот Костя посвятил свою жизнь, например, вот по нему видно. Дайте стаканчик воды Костя, пожалуйста. На самом деле, это не потому, что его заставило кто-то заставил. Не потому, что он находится под каким-то жесточайшим контролем сверху, и он боится, что если он не построит это здание, молния убьет его. Нет, потому что он не любит Бога. Он любит каждого из присутствующих здесь. И он просто посвятил этому свою жизнь. И кто-то, может быть, сейчас говорит, ну да, наверное, он любит больше, чем я. Наверное, он любит больше, чем мой сосед. Нет, каждый из нас любит Бога по-своему. И кто-то посвятил свою жизнь молитве. Кто-то посвятил свою жизнь финансированию. Кто-то посвятил свою жизнь тому, что стоял и красил здесь что-то. Кто-то посвятил свою жизнь тем, что он разрабатывал. То есть посвятил часть своей жизни и мысли мог быть об этом. То же самое, когда мы делаем пожаркование. Мы посвящаем часть своей жизни тому, чтобы показать, насколько мы любим. Потому что если мы любим, мы делаем это доброходно. И именно таких любит Бог обратно. Потому что Он есть любовь. Он сеет в нас эту любовь. И потом через наше таяние, через наши действия, через проявление этого отношения к Богу. Он пожинает эту любовь обратно. И таким образом эта любовь постоянно крутится между нами и Богом еще со времен создания Эдемского сада. Потому что сегодня Бог не рядом с нами ходит в прохладение, а внутри нас ходит. И хочет, чтобы эта любовь проявлялась. В том числе в таянии. Поэтому я отборяю вас. Просто не потому, что вам надо. Не потому, что вам так сказали. Не потому, что так принято. А потому, что мы хотим проверить, насколько мы действительно Божью любовь проявляем. В конце служения, как и положено в храме, на выходе стоит сокровищница. Там есть место, куда можно принести плод того, что Бог дал нам, любя нас. Да. И прошу вас это сделать после служения. Не сейчас, чтобы вы занимались. И видео. И видео.